Здравствуйте, дорогие мои зрители! Приветствую вас на канале доктора Лисенкова. Сегодняшний ролик будет полезен тем, кто вынужден заниматься самолечением, кто ухаживает за лежачими маломобильными пациентами, ну и, конечно, для тех, кто живет в глубинке, где мало доступна медицинская помощь. В период изоляции многие столкнулись с необходимостью, образно говоря, разворачивать лазарет на дому. И если врач назначает какие-то инъекции, а посещать процедурный кабинет нет возможности, а вы не умеете или боитесь делать уколы, то на помощь вам придет инновационная отечественная разработка. Это автоматический инъектор Спасилен. Устройство для проведения внутримышечных и подкожных инъекций с помощью одноразовых шприцев объемом по 3 и по 5 мл. Устройство настолько простое в использовании, что сделать укол самостоятельно теперь вообще не проблема. Он сам вводит иглу, сам вводит лекарства, извлекает иглу из места укола. Спасилен это помощник, который обеспечивает и правильную технику выполнения инъекции, не требует от вас никаких профессиональных навыков. Он полностью автоматически компактный, его удобно брать с собой. Ну и, конечно, это экономит время и деньги на поход в процедурный кабинет. Очень часто пациенты мне говорят, что посещение процедурного кабинета порой выходит даже дороже, чем стоимость вводимых препаратов. Ну, с учетом еще стоимости проезда и затрат на саму услугу. Те, кто уже приноровились ставить себе уколы самостоятельно, например, в ягодицу, рано или поздно приходит к выводу, что получается сделать инъекцию только с одной стороны, например, если правша, и при повторных процедурах попадает примерно в одно и то же место. Но это, конечно же, больно. С таким устройством гораздо удобнее выбирать подходящее место для укола. Инъектор автоматически Спасилен, что очень радует, что эта отечественная разработка делается в Воронеже. В комплекте мы видим руководство по эксплуатации, достаточно большой набор шприцев по 5 мл и само устройство. Давайте разбираться, как все это работает. Вот так выглядит инъектор. Довольно стильная вещь. Верхняя крышка прозрачная, снимается. И здесь мы видим фиксатор для того, чтобы можно было вставить в него шприц. Здесь конкретно фиксатор для шприца. 5 мл. В комплекте есть еще второй фиксатор для шприца. 3 мл. Их можно переставлять в зависимости от того, каким пользуетесь. Чтобы сделать инъекцию, нужно взвести до упора толкатель поршня. Чтобы сделать инъекцию подкожную, взводим до первого щелчка. Чтобы сделать инъекцию внутримышечную, взводим до упора. Это был второй щелчок. Соответственно, теперь нужно вставить шприц. У меня шприц пустой по факту, но представим, что что-то я в него набрала в каком-то количестве. Теперь нужно зафиксировать в держатель. Плотно держится шприц. Как вы видите, он с колпачком. То есть стерильность иглы не нарушается. Крышку закрываем. Почти готова для инъекции, но теперь необходимо снять колпачок. Для этого в комплекте есть вот такое устройство. То есть не касаясь руками, с помощью устройства. Вот мы видим, что колпачок попал. Защелкнулся. И снимаем. Теперь видим, что игла в приборе для инъекций уже открытая. Колпачок. Вот он. Теперь все точно готово для проведения инъекции. Сделаем ее диванной подушке. Вот предположим, что это наша ягодица. Здесь мы видим предохранитель, который плотно прижимается к тому месту, в которое планируется сделать инъекция. А здесь сбоку кнопка, с помощью которой запускается сам процесс. Например, мы выбрали место, и прибор подставляется под прямым углом. Чтобы было лучше видно, я покажу немножечко под углом. Но по факту он должен стоять вертикально. То есть мы прижали, приготовились, все крепко держим, потому что отщелкивается с такой хорошей отдачей, и нажимаем на вот эту боковую кнопочку. Смотрим, что будет у нас дальше. Видим, что синий поршень опускается и начинает медленно вводить препарат. То есть игла простреливает, выстреливает быстро, не больно, а медленно и нежно вводится само лекарство. Затем игла вынимается. Вот видим, что игла на месте. После завершения инъекции необходимо шприц вынуть и обязательно промыть устройство проточной водой. Об этом написано на обороте. Об этом нужно помнить. Почему? Потому что те лекарственные вещества, которые могут попасть на инъектор, они могут быть агрессивны для пластика. Ну и также с элюосептики, антисептики крайне важно его использовать чистым. Поэтому после каждого применения он моется. Очень удобная вещь, простая в использовании. Я думаю, что прекрасный вариант для тех людей, которые вынуждены лечиться самостоятельно. Я испробовала Спасилен в действии на собственные ягодицы, уколов себе витамины. Как известно, инъекции витаминов, они сами по себе довольно болезненные. И что вы думаете? Вот с этим инъектором процедура оказалась гораздо комфортнее, чем с человеческим участием. Для кого подходит это устройство Спасилен? Для одиноких людей, которые привыкли рассчитывать только на себя. Особенно если среди ночи необходимо ввести обезболивающее, а просить некого. Также для тех людей, кто вынужден ухаживать за лежачими, маломобильными пациентами и разворачивать лазарет на дому. Для людей с заболеваниями суставов, когда из ловчицы самого себя уколоть не получается, из-за ограничения подвижности суставов. Ну и, конечно же, те люди, у которых есть тремор, дрожание рук. Для них этот прибор просто находка. Приобрести автоматический инъектор можно на официальном сайте спасилен.ком, а также на маркетплейсах Wildberry, Sazon, Яндекс.Маркет и так далее. Можете заказать по ссылке в описании под видеороликом. Более подробно про устройство Спасилен можно узнать на канале Спасилен Инжектор. Теперь сделать укол стало как никогда просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok